Четыре сотни юношей и девушек из Московского, Рязанского, Краснодарского, Воронежского и других кадетских и казачьих корпусов выстроились на плацу военно-патриотического лагеря на торжественный подъем государственного флага. Слёт «Служу Отечеству» проводится в России впервые. Он посвящен 69-й годовщине Великой Победы и 70-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Вы являетесь элитой вооружённых сил и растёте быть таковыми. Как сказал один из русских императоров, у России есть только два надёжных союзника – это её армия и флот. Юноши и девушки проведут в городе героя пять дней. Программа пребывания насыщенная. Марш-броски, соревнования, мастер-классы по военно-прикладным дисциплинам на базе 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. И, конечно же, экскурсия. Основная идея этого слёта – это показать ребятам, которые решили связать свою жизнь с военной службой, эту героическую землю, познакомить их с этой героической землёй. Минутой молчания почтили память погибших защитников Севастополя и возложили цветы к мемориалу Победы. К каждой гвоздики прикреплена записка – память о близких и родных, погибших во время Великой Отечественной войны. Среди этих ребят – правнуки защитников Севастополя. Кадет Алиса Козлова надеется найти на севастопольской земле могилу своего прадеда, погибшего при героической обороне Севастополя. Она посвятила ему стихи. Я знаю только, что его зовут Яковлев Георгий Семёнович. Он мой прадедушка по папиной линии от бабушки. Его отправили воевать в Севастополь. И здесь есть сопка, которая переходила из рук немцев и русских туда-сюда. Она всё время переходила из рук в руки. И вот где-то там он погиб. Он погиб в 42-м году, 3-го марта. Ребята говорят, быть кадетами не только престижно, но и интересно. Во-первых, дисциплина улучшается по сравнению с обычной школой, как себя ведут. Во-вторых, почти уже по всей России поездили. От Краснодара до Севастополя уже дошли. Корпус – это реальный шанс научиться чему-то, познать первые азы жизни этой, узнать что-то новое. Я сам решил пойти в кадетский корпус, поскольку здесь учат мужество, защищать родину, дисциплине. А главное – это патриотическое воспитание. В кадетско-казачьих корпусах России этих ребят учат любить и защищать свою родину. Наш корпус воспитывает патриотов прежде всего. Их главная задача, наша главная задача – научить этих пацанов основным понятием – это добра, чести, справедливости. И самое главное – чувство долга. Кадеты первого военно-патриотического слёта «Служу России» станут участниками парада победы в Севастополе. Говорят, для них это великая честь и гордость – побывать на легендарной земле, идти в одном строю с моряками-черноморцами и отдавать честь защитникам города-героя, ветеранам Великой Отечественной войны. Прежде всего, хотел пожелать им здоровья, чтобы прожили как можно дольше, потому что они истинный пример мужества и отваги, которым надо гордиться и ни в коем случае не забывать. Маргарита Пронина, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...